здравствуйте дорогие радио слушатели в эфире программа политинформания ее ведущие геннадий брумер и эдуард пример сегодня мы будем тоже говорить на интересную тему будем сегодня спорить в прошлый раз нам очень понравился нам звонили довольно интересные люди может и сегодня позвоню тоже те кто понимает о чем я говорю поймут меня значит я сразу назову телефон 847 4 2 0 5 2 2 0 и так каждый раз когда я смотрю российские политические ток-шоу как обычно они все провластные или читаю российскую прессу всегда звучит одно и то же запад просто мечтает о развале россии вот спит и видит когда россия значит развалится так ли это на самом деле хочет ли запад чтобы россия развалилась на разные как говорится государственно на мелкие государства или это все придумки российской пропаганды для того чтобы ну в какой-то степени может быть консолидировать свой народ поэтому отсюда и все такие как бы проблемы и связанные с нато и так далее так далее ген что ты по этому поводу думаешь потом мы с тобой по вы минут десять-пятнадцать да да а потом будем принимать звон а если помнишь когда мы учились в школе часто мы с тобой были заходили в библиотеку и смотрели детскую энциклопедию достаточно интересная была книга и там была показана значит во время гражданской войны карта и нарисована молодая советская республика и со всех сторон значит на нее шли вороги которые хотели от оторвать от этой я советской республики значит куски для себя на востоке это были на дальнем востоке это были японцы на западе это были белополяки белофины и все хотели как бы разорвать это антанта до 2 разорвать это и нам казалось это да вот советская республика сохранилась и стала государством но в результате как ты помнишь российская империя рухнула и польша прибалтика и финляндия все-таки стали независимыми государствами вот с тех пор вот это вот повелось в девяносто первом году значит буш старший президент сша вдруг удивительно узнал от ельцина что советский союз больше не существует и тоже распала страна распалась вообще осталось одна россия то смотри ген то о чем наверное мечтал запада она вдруг ни с того ни сего осуществилось да ты знаешь мне кажется что они предполагали мы не хотели распада советского союза потому что им хотелось я так думаю иметь дело с одним человеком то есть страна которая имеет ядерное оружие с ней всегда легче договариваться с одним человеком который тебе что-то гарантирует но не то что получилось потом когда появилось 15 новых государств каждый со своим укладом и каждая страна во первых все просили деньги да и амбиции свои со своими региональными амбициями поэтому что сейчас ну ну не считаешь ты считаю что запад хотел бы чтобы россия развалилась или западу абсолютно это невыгодно вот в чем выгода почему они в россии говорят о том что нас все время вот западу выгодно чтобы мы начать развалились игры цена поработить да нет нет я не думаю что западу это выгодно все таки им как мне кажется это вообще спорный вопрос есть можно найти эдик начаться и за и против например ну хорошо как ты считай мне потом скажут нам позвонит и скажут свое мнение мне кажется что западу не выгодно чтобы россия разваливалась потому что все таки как ты не знаешь на какие куски и кто потом будет и с кем иметь дело с какими-то маленькими князьками региональными иметь дело которые тоже будут просить деньги то есть будем так говорить а запад к этому вопросу относится прагматично да ну а если вот смотри я расскажу свое мнение я считаю что западу абсолютно не выгодно не выгоден развал россии как государство да потому что всегда лучше иметь дело с центром в москве чем допустим иметь вот такие как бы маленькие государства которые обязательно обязательно попросят денег и обязательно будут торговаться тут есть центр с которым можно разговаривать можно вести какие-то переговоры можно говорится вести политику нравится не нравится но все-таки есть центр а вот если это развал будет то о чем в россии утверждают то это абсолютно для запада будет головная боль да хотя в принципе это возможно и не по причине того что это хочет зловредный запад а по причине того что русские россия сама к этому идет ну например давай так говорить предметно существует дальний восток который абсолютно далеко находится от москвы и живет своей жизнью достаточно бедный но там под носом у них находится япония которая в любой момент может поддержать эту территорию экономические наверно будет выгодно им как-то сотрудничать есть татарастан достаточно успешный регион который торгует нефтью там экономически они достаточно устойчивы и мусульманский мир и даже чечня мусульманский мир с удовольствием я думаю при каких-то обстоятельствах поддержит эти регионы для того чтобы их сделать своими сателлитами возьмем себе о себе и мечтает китай а бы это не секрет это не секрет сибирские значит территории они вообще видят это уже как свое но они там уже и активно как экономическую работу да да они активно они к сам виду тогда это поэтому но это не значит что они на это работает запад я не думаю что они на это работают они ждут может быть они ждут они не хотели бы штатам например если говорить о сша точно не хочется развала россии потому что это большая головная боль может быть мусульманскому миру какие-то хочется привилегии от достаточно накормленной уже чечни или кавказ может быть они весьма виды имеют на кавказ но штатам например и евросоюзу будем говорить о значит о европе как о евросоюзе нет я думаю что им не хотелось бы чтобы россия развалилась потому что а плитка это непредсказуемо то что тот кто будет руководить этими кусочками маленькими и но россия всегда была государством непредсказуемым да но все-таки когда большой большой дядя с ним можно говорить но когда вокруг вьется 15 скажем так бедных маленьких до неустроенных каких-то недоразвитых дядек и лилипутов и они все требуют себе что-то тасс это другая проблема это сложность давай мы поговорим с нашими радиослушателями наш телефон 847 4 2 0 5 2 2 0 вы нас можете смотреть на youtube канале и если да и конечно ставьте лайки от оставляйте комментарии это всегда интересно будем вам отвечать вот а значит ну пока наши радиослушатели готовятся позвонить давай зададимся вопросом а как сама россия видит свое положение сегодня перед перед западом и возможно возможен ли вообще развал россии как государство смотри ген а у нас есть звонок мы примем потом дальше продолжим вас слушаем говорите здравствуйте я вот вот слушаю и я между прочим начала думать немножко по-другому я думаю что может быть для запада было бы намного лучше если бы советский союз сохранился но это не был бы советский союз например нам мне кажется что страны которые они захватили тридцать девятом году это прибалтика и и действительно нужно было освободить а те которые были семнадцатом двадцатом году присоединены их можно было оставить это был бы один большой кулак но но нужно было абсолютно новую страну строить абсолютно когда все началось я сразу сказала я еще была там я сказала в эту страну нужна хорошая экономика хорошие экономисты они должны послать на запад людей которые могут научиться что значит свободный рынок но сегодня сегодня что-нибудь скажите мне так кажется а на сегодняшний день что на сегодняшний день вы думаете на сегодняшний день я думаю что уже назад ничего не вернет я понимаю по поводу россии маленькая страна не захочет снова вернуться в советский союз но россия до тех пор мое такое мнение до тех пор пока там будет оставаться путин ничего хорошего с этой страны не будет это может быть наш большой при большой враг а врага мое мнение всегда нужно держать рядом и всегда нужно поддерживать отношения для того чтобы знать что хорошо моего врага в голове хорошо но нельзя вот так вот сразу рубить корень понимаете мне кажется что вот я такого будем договорить что запад не хочет чтобы россия разваливалась правильно да не надо чтобы она раз потому что что она развалится что это будет это по всему миру но страна должна быть совершенно совершенно другая сейчас творится эти маленькие как говорится князьки которые сидят в каждом городе не только в каждом районе даже в каждом районе их нужно вообще всех убрать и нужно все 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 поменять тогда страна станет другой уничтожить кремль например я понимаю историческое место оставить но те кто там сидит вот их то надо и убрать спасибо будет страны не будет на страна может быть она очень даже может быть спасибо а пока звонков нету ген я продолжу то что ты говорил я бы кстати не говорил о россии как и государстве да я бы говорил о том о о политическом руководстве россии то есть будем так говорить ведь весь этот воздух политически да вот эту всю обстановку создает именно вот это политическая и establishment политический establishment россии которые чтобы удержать этот народ который уже я думаю что вообще не знает во что верит то ли верить то ли не верить уже происходит такие события но Но, значит, всегда, как это было раньше велось, надо находить внешнего врага. Чтобы найти внешнего врага, надо найти внешнюю ситуацию. Вот они предлагают такую ситуацию о том, что Запад мечтает о развале России. Хотя, в принципе, по большому счету, естественно, Запад ни о каком развале России не мечтает. Ему это 200 лет не нужно. Мы вас слушаем. Добрый день. Говорите. Говорите, пожалуйста. Добрый день. Добрый день. Я думаю, что продавец машин не может обсуждать политические вопросы. Я вас услышал. До свидания. Да, я вас услышал. До свидания. Пока звонков нету, да? Я вам хочу сказать, что обсуждать можно все. Если вы что-то обсуждать не можете, не обсуждайте, не занимайте линию. Пойдите лучше покушайте. Или в магазин сходите. Не стоит хамить и некрасиво. Каждый занимается тем, чем он занимается. Во фрешфарм съездить вас там ждут. Мы продолжаем. Значит, Россия так устроена, что у нее, как вы все знаете из школьных занятий географии, огромная страна. Просто огромная. Управляется она из одного места, из Москвы. И, естественно, то, что указы какие-то царей, генсеков, президентов, пока они доходят до самых дальних, до границ, до Дальнего Востока, это все сходит на нет. Как мне понимается, там появляются свои книжки, местные книжки. Этим местным книжкам, естественно, не хочется отдавать свои деньги, свои бюджеты в Москву. Потому что система такова, что то, что ты заработал, должен отдать Москве. Москва тебе выделит какой-то кусочек и при этом укажет на то, как ты должен с этим обходиться и жить. Поэтому богатые регионы, может быть, они и сами стремятся как-то от России, как-то уйти под кого-то серьезного, чтобы кто-то как-то их более поддерживал. Смотри, Ген, мы как-то обсуждали проблему Курилл. Сегодня этот вопрос опять всплывает по той причине, что выступил японский премьер-министр и заявил о том, что надо бы как бы опять вернуться к вопросу подписания мирного договора. Но при этом, естественно, всегда стоит вопрос вот этих Курилл. Если гипотетически рассуждать, просто гипотетически, хотели бы жители этих островов, которые в полном запустении эти острова, кто не верит, может зайти на ютуб-канал и посмотреть, что с этими островами происходит. Хотели бы они оказаться в гостях у японцев. То есть даже не в гостях, а вот чтобы остаться под японцами. Давай мы ответим. Добрый день. Мы вас слушаем. Добрый день. Здравствуйте, Ань. Слушайте, ребята, я не знаю, что-либо изменить в России, я честно, я не представляю как. Потому что даже если уйдет Путин, что толку? Ну, придет другой Путин. Ань, мы говорим о том, что нужно ли Западу, чтобы Россия развалилась. Вот я тоже хочу сказать. Даже если кто-то когда-то и хотел что-либо развалить в Союзе, я думаю, со времен распада Союза, когда грохнул фактически ядерный взрыв на весь мир, когда Союз разлетелся к чертовой матери, я думаю, с тех пор больше никто не хочет никаких распадов. А Запад хотел развала Советского Союза? Я не знаю, хотел Запад распада Советского Союза или нет, думаю, что не сильно. Вот я тоже так думаю. Они все-таки не идиоты, слушайте. Но я так полагаю, что даже если кто-то где-то и хотел этого, с тех пор уже больше не хочет. Я думаю, они еще не забыли, что это такое, когда вот взрывается вот такая выгребная яма, и все это вот, извините, против ветра и по ветру разлетается по всему миру. Спасибо, Анечка, спасибо большое. Спасибо. Мы вас слушаем, говорите, пожалуйста. Добрый день. Здравствуйте. Я вот, знаете, что думаю? Хорошо бы было в России перестроить на модель Америки. Это бы огромная площадь. Сделать так же вот свободные республики, которые подчинялись бы, например, в какой-то степени в Москве, так как мы подчиняемся Вашингтону, потому что мы платим им тексы тоже. Как вы говорили, понемножечку туда. Мы понемножечку тоже хорошо отдаем тексы в Вашингтон. Но если бы дать свободу каждой, как говорится, республике, то есть стату, то, может быть, там еще что-то было бы. Вы знаете... А так я не уверена. Да, я думаю, что есть... Разница заключается в том, что есть такое понятие народ и менталитет. Вот то, что отличает Россию от Америки. Понимаете, народ и менталитет. Если народ в Америке абсолютно свободен, да, и с этим люди здесь вырастают, дети с этим вырастают, хотя нам многое в этом может не нравиться, да, в их свободе в определенной, то в России люди вырастают в этом вот арабском, как говорится, с арабским менталитетом. Знаешь, я хотел бы добавить еще то, что человек, приходящий к власти в России, в любом регионе, он становится маленьким хозяином, имеется в виду удельным князем. То есть не так, как здесь, в США, значит, губернатор избирается, и он отбывает свой срок, а потом идет выше там на президента, либо уходит в отставку. Ген, мы говорим о менталитете как о таковом, как о народе, как два государства, да, менталитетом звонят. Спасибо. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, может быть, я не прав, но я когда-то где-то слышал, может быть, это просто разговор, что после революции хотели сделать Россию на подобие Америки, что были удельные вот это вот самое, республики, как бы подчиняясь бы Москве или тогда Ленинграду, но они были как у нас, как по типу Америки. И просто Ленин вроде как рано умер, и до этого якобы не дошло. Но, в принципе, задумка была сделать Россию на подобие Америки. Они знали, это было правда. Вы знаете, я отвечу, мы принимаем звонок, а я отвечу на ваш, значит, то, что вы сейчас говорили. Действительно, такая задумка была. И была эта задумка не у Ленина, а у его, будем так говорить, заместителя Якова Свердлова. Или Свердлова многие по-разному произносят. Там еще была группа людей, которые какое-то время жили в Америке, и эта идея была, как бы, для Ленина очень привлекательна, но группа товарищей, ну, болезнь Ленина плюс группа товарищей, это можно, кстати, посмотреть на YouTube-канале, есть такая передача, называется «Ход истории», по-моему, там можно об этом услышать. Группа товарищей во главе, вот, Сталин, там, Каменев, Зиновьев и, самое главное, Троцкий, который мечтал вообще о революции, как бы, со всемирной революцией, эту идею закопали и сказали, что, ну, привлекательней будет, когда будет вот такой союз советских социалистических республик. То, что, в конце концов, они и сделали. Потому что, в принципе, Троцкие товарищи казались правы руководить так легче, чем, допустим, руководить, вот, наподобие Америки. Знаешь, как бы, я бы еще бы что добавил, проблема какая в сравнении с Америкой. Все-таки люди живут в национальных квартирах в России. Баркаштадт, Татарастан или Башкирия, как они говорят, это все национальные квартиры, Чечня, Ингушетия, да. И в Америке ведь мы все не живем, у нас нету национальных квартир. Здесь живут, здесь люди распылены по всей стране. Поэтому, например, губернатором штата или иной может стать, ну, скажем, примерно бывший итальянец, сын иммигрантов из Италии, или, допустим, там, даже китаец может быть мэром города. А в России это все национальные квартиры. Они мечтают о том, чтобы иметь свое хозяйство и не кормить Москву. В этом проблема существует. Будем так говорить, Ген, ты считаешь, что Россия сама мечтает о распаде, чем мечтает об этом? Да, да, да. Мне кажется, внутри России больше идет таких действий на распад, чем Запад этого бы хотел бы. Хорошо, мы тогда сейчас уйдем на рекламу, потом продолжим после рекламной паузы. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы возвращаемся в программу Политинформания. У нас вышла небольшая накладочка, но ничего, такое тоже бывает. Мы говорим сегодня о отношении Запада и России. Мечтает ли Запад о развале России? Зловредный Запад. Да, да, все носят западные вещи, смотрят американское кино, ездят на американских машинах. Все американское. Между тем, мечтает о том, чтобы, значит, Запад был плохой, Запад был такой не очень хороший, да, с нехорошими словами. Будем его обзывать. Так вот, мечтает ли Запад о развале России? Выгодно ли? Вот вопрос самый главный. Выгодно ли Западу, а это имеется в виду Америка и Европейский Союз, чтобы Россия разводилась на мелкие, значит, удельные государства, княжества, как волости, как вы хотите, так и называйте. Мы продолжаем. Ген, такой вот вопрос. Мы в перерыве говорили о том, что в большей степени власть, самовласть подталкивает государство, Россию, к его развалу. Так ли это на самом деле? Или, в принципе... Ну, смотри, чтобы понимать, что там происходит, надо знать устройство России и то, как оно обеспечивается, как работают внутренние... Значит, рычаги власти. Каждый регион зарабатывает деньги и все свое накопление, все свои деньги отдает в Москву. Москва, по сути дела, это не рабочий район сегодня. Это такой бизнес-настройка над всей остальной Россией. И поэтому все регионы обязаны отдавать большинство своего заработка в Москве. А Москва им возвращает, значит, чуть-чуть. При этом требует лояльности. Вот слово лояльность... Смотри, смотри, может сказать, что это перераспределение, да, то есть, будем так говорить, правительство России, согласно бюджету, который спланирован на год, выделяет определенные деньги определенному региону на определенные, значит, нацпроекты, как они говорят. Вот смотри, вот смотри, например, Тюменская область, да, это нефтяное район. Идение должна быть не бедная область. Да, не бедная область. Вот они зарабатывают эти деньги, да, там есть нефть, это достаточно богатый район. Но все свои процентов 80 они должны отдать в Москву, а Москва им выделит согласно бюджету, согласно тому, как они видят развитие этого региона. Если регион поднялся, они говорят, значит, ну, вам не надо много денег, вот мы дадим Волгоградской области или Красноярскому краю, а у вас и так как бы достаточно. Казалось бы, жить должен лучше тот, кто много зарабатывает, много работает, что-то производит, а нет, получается уравниловка, то есть надо уравнять районы, потому что если кто-то поднимается немножко, то, значит, его надо осадить, чтобы не было никаких центробежных вот этих сил, которые бы разрывали страну. Давай я напомню еще раз телефон, наш телефон 847-4-2-0-5-2-2-0. Перед тем, как мы уходили на рекламную паузу, мы говорили по поводу Курильских островов, да, мы не договорили, я вот сейчас хотел бы, чтобы мы все-таки вернулись к этой теме. Почему я затронул Курильские острова, да, потому что сегодня японский премьер-министр заявил о том, что, в принципе, нужно возвращаться опять к обсуждению мирного договора, а без, значит, решения вопроса по Курилам подписать мирный договор невозможно, хотя русские говорят, давайте сначала подпишем мирный договор, а потом мы вернемся к вопросу о двух, значит, Курильских островах, но Москве уже никто не верит, потому что верить очень сложно людям, которые постоянно обманывают, поэтому, как говорится, японцы требуют сначала отдать, потом уже подписать, значит, стулья сегодня, деньги сегодня, стулья завтра, да, или по-другому, вот. Хотят ли жители этих островов, как ты думаешь, то есть мы, мы просто гипотетически, чтобы нас не обвинили в том, что мы выступаем от имени жителей этих островов, как ты считаешь, как ты думаешь, хотели бы они жить под японцами или нет, патриотизм берет, значит, свое, и они хотели бы быть в составе России бедными, но в составе России. Но был же опрос, и они сказали, что они хотят быть в составе России, но я думаю, что здесь такое двоякое чувство, они хотели бы быть в составе России, но чтобы Япония, конечно, экспансировала жительство там, вот, я думаю, именно на таких условиях, чтобы инвестиции были японские, а вот гражданство, как бы они относились к России, потому что Россия великая страна, и кто там знает, как эти самураи будут себя нести. Да, Россия священная наша держава. Вот, то, что касается Кавказских республик, да, очень для России болезненный и серьезный вопрос. Чечня полностью, практически на 100% спонсируется российским, субсидируется российским правительством, да, там мало кто работает, но зато там ездят на Мерседесах, там, кажется, своя жизнь довольно веселая, такая устоявшаяся и хорошая. Вот тут вопрос к Кавказских республик. Насколько они довольны тем, что они находятся в составе России? Или, допустим, если бы они вдруг, благодаря в свое время, значит, бывшим руководителям этой республики, они бы чувствовали себя более, как бы, богатой и... Ну, во-первых, они неоднородные. Чечня достаточно богатая, пехотинец. Мы ответим на Зава, а потом я продумываю. Ну, вас слушаем, говорите, пожалуйста. Добрый день. Добрый день. Добрый. Скажите, а чем, в общем-то, отличается в Америке, что Штаты, то, что они зарабатывают, дают государству, а государство возвращает им то, что оно считает нужным? Ведь такой штат, как Калифорния, это седьмая экономика в мире, и они получают значительно меньше назад, чем они дают. Как работают Штаты экономически, а я имею в виду Штаты и Центр в Америке, вы знаете? И как работают, и как работают республики в России? Ну, вот, допустим, Калифорния собирает определенное количество налогов. И часть этих налогов идет государству. И эта часть, из этой части, которую они дают, они получают назад от государства. Нет, абсолютно неверно. Абсолютно у вас неверное понимание того, как в Америке работают Штаты и Центр. Абсолютно. А у каждого штата есть, я буду, будем так говорить, я очень скажу так, не вдаваясь в подробности, потому что, если вы захотите подробностей, вы можете позвонить в передачу, которая, значит, ведет Анатолий и Сергей Зацепин, и многие, то, что касается Америки, они вам более разложат это, как говорится, по полочкам, да. Но в Америке каждый штат имеет свой бюджет, определенный бюджет, куда в Центр не вмешивается, в отличие от России. В России каждое, будем так говорить, государство, да, допустим, мы условно берем Татарстан, или, допустим, Чечня, или еще-то, они не имеют своего бюджета. Проблема заключается в том, что эти государства, так называемые в составе России, они не имеют своего бюджета, потому что российское правительство, вот это и называется российский бюджет, понимаете, Россия, российское правительство в Москве решает не, в Америке не Трамп решает, сколько и чего, значит, в Иллиносии или в Калифорнии, а в России Путин и Медведев решают, кому и сколько дать. Вот и все, это, будем так говорить, очень условно. Если вы захотите в подробности, вы всегда можете Анатолию позвонить, и он вам более разложит. Но вот в этом есть такая, как быть... Штатовский налог, штатовский налог, государственный налог. Вот, есть такой штатовский налог, государственный налог. То есть я не буду сейчас сдаваться в подробности, но если вы захотите, у вас абсолютно неправильное, как говорится, понимание того, как работают эти государства. Да, мы вас слушаем, говорите, пожалуйста. Нету никого. Мы продолжаем. Значит, мы говорили про Кавказ. Кавказ абсолютно не ровен, скажем так. Пехотинец Путина Кадыров получает практически полностью все, что он хочет. При этом это нефтеносная территория Чечня. И они получают столько, сколько они хотят. Я даже не буду говорить в цифрах. При этом Ингушетия и Дагестан это ихние братья. Будем так говорить, Ген. Если разложить так сказать, то есть Чечня свою независимость, то есть Россия купила независимость Чечни, да? Для того, чтобы там было спокойно, и чтобы не было определенного бунта. Я думаю, что Чечня вообще получает большой кусок с России. Добрый день. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Ирина из Атланта. Хотела бы вставить свои три копейки. Да, пожалуйста. Вы сказали, что... Про Японию. Я просто хотела комент такой добавить. Вы сказали, что жители вот этих островов, они как бы хотели бы жить при России, но не в Японии. Если вы помните, еще в нашей молодости был такой популярный анекдот. Помните, говорили, что надо объявить войну Западу и потом сдаться. Да. Чтобы нас оккупировали, да? Вот я думаю, что каждый из этих жителей, так как проводит опросы в России, мы все прекрасно знаем. Так что о том, что говорят эти опросы, это еще больше надо. То есть вы считаете, что они бы с удовольствием жили бы с японцами, да? Я думаю, что сами жители, если бы, как говорится, это зависело от них. Лично от них. Что касается Чечни, да. Да, да, про Чечню, потому что все знают об этом, опять же, не секрет, Россия платит дань Чечне. Именно Чечне, не Кавказу, а только Чечне. КДФ поставил такие условия, при этом у них есть собственная армия. Вот сегодня Чечня, по сути дела, может быть абсолютно независимым государством. Ну, независимым оно может быть, но не финансово, не экономически. Понимаешь как, им это невыгодно быть независимым, потому что если они независимы, то есть, да, им придется работать на себя. Но они имеют сегодня свою армию, они имеют свой, кстати, свой бюджет нефтяной, потому что нефтяные доходы они отдают чуть-чуть буквально. Это один из договоров с Москвой, мирный договор с Чечнёй. У них своя милиция, куда не допускается российская, это по делу Немцова, всем это известно. И если завтра, скажем так, Кадыров захочет стать великим ханом, он может это сделать очень просто. Другой вопрос, что это будет конфликт. Имамом, я бы, это... Имамом, это можно назвать. Но это вот то, чего не могут сделать ни Ингушетия, ни Дагестан. Мы вас слушаем, говорите, пожалуйста. Добрый день. Привет, здрасте. Здравствуйте. А вот вы говорили, что каждый штат имеет свой бюджет. А вот какой процент каждый штат отстегивает федеральный бюджет? Вот это мне интересно. На армию, на полицию, на социальную защиту. Вы знаете, я еще раз отвечу, сегодня передача посвящена совсем другим вопросам. Я понимаю, что вас это интересует, поэтому, пожалуйста, позвоните в народную трибуну, позвоните Анатолию, Зацепину, Сергею. То есть люди, которые занимаются этими вопросами, которые, как говорится, популярно говорят на эту тему. Поэтому все вопросы, касающиеся Америки, если мы сегодня не говорим об Америке, это, пожалуйста, к этим ребятам. Мы не хотим, как говорится, им переходить дорожку. Окей, спасибо. Пожалуйста. Пока звонков нету. Продолжаем. Значит, Дагестан, в принципе, Дагестан, получается так, что Дагестан и Ингушетия более лояльные республики России, поэтому ничего и не имеют. А у них же войны не было. У них нету, то есть они не показывают претензии к власти. Собственно говоря, Чечня шантажирует Россию. Почему так важна Чечня? Ну, нефтя, нефтяносная республика. Но, по сути дела, сегодня не все могут быть независимы. Например, Москва может быть сегодня таким Ватиканом. Там все деньги, весь бизнес сам. Нет никаких проблем. Санкт-Петербург, наверное, тоже может быть независимым. Там порт, Финляндия под носом. И как бы у них нету проблем. А вот Волга, вот Волга, вот эти ребята, вот они вряд ли могут быть. Хорошо, я задам тогда другой ген вопрос, пока звонков нету. Является ли Путин таким, значит, объединяющим лидером России на сегодняшний день? Почему я спрашиваю? Очень многие вот в этих передачах, да, политических ток-шоу, и это говорят о том, что вот не дай бог Путин уйдет, и Россия развалится. Как говорит, значит, спикер российского парламента Володин, да, очень, в кавычках, умный человек, есть Россия, значит, есть Путин, есть Россия. Нету Путина, нету России. Ну, даже при Советском Союзе, как говорится, я не помню, по крайней мере, в мое детство и юность такого не заявляли. Хотя, те, кто помнят Сталина, тогда это говорили, да, без Сталина Советского Союза не существует. Так вот, вопрос такой вот. Как ты считаешь, если Путин завтра уйдет, к примеру, в отставку, развалится ли Россия? Сразу как карточный домик. Ну, как мне кажется, Путин является объединительной цепочкой элиты политической, но не регионах, но не регионов как таковых. Вот политической элиты, да, здесь большая сложность. Мне кажется, они бы и, может быть, и хотели... А может, это популярность у народа такая, что пока Путину власти, почему нам, как говорится, мы все вместе, дружно и толпою. Вот помнишь, Горбачев все-таки хотел, когда шла перестройка, он хотел переформатировать Советский Союз. То есть, это должны были быть по принципу Америки независимые государства, которые сами живут, но есть объединительный центр, и они поддерживают этот центр, опять же, своими новыми. Сегодня на Москву все злые. Вот вопрос в том, что есть ли центробежные силы какие-то, которые начнут отторгать, вот как человеческий организм, да, то есть, вот живет человек, да, вот появляется какая-то проблема в организме, не дай бог, раковая, и вот отторгаются, отторгаются вот эти все органы, человек умирает. Есть ли сегодня такие вещи в России? Мне кажется, что есть, мне кажется, что есть. Запад, вот мы говорим о том, хочет ли Запад развал? Нет, не хочет, однозначно. Однозначно не хочет. Может, потому что он считает, что Россия сама развалится на мелкие княжества, потому что экономика такова, политика такова, и народ таков, что, как говорится, в конце концов, кончится все тем, что Россия сама развалится, и, как говорится, надо будет что-то по этому поводу тогда решать. Ну, смотри, вот мы же по истории знаем, да, что было когда-то, у нас есть звонок, да, принимаем? Ну, вас слушаем, говорите, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, как вы решаете, что хочет Запад? Мы не решаем, что хочет Запад. Мы задаем вопрос. Мы вас спрашиваем. Мы обсуждаем эту тему. А как мы можем знать, что хочет? Ну, вот ваше мнение, хочет Запад развала России или нет? А я не знаю. Вы считаете, что Запад не знает, хочет он или не хочет? А я вот думаю, что Запад очень хорошо знает, потому что если знают политики, значит, знают и Запад. Это большая политика. Но каждый из западных стран знает по-своему. Ну вот, хорошо, скажите, США выгодно, чтобы Россия развалилась? США? Да. В общем-то, нет. Почему? Потому что они не смогут контролировать весь мир. Окей, а Европейскому Союзу выгодно, чтобы развалилась Россия? Тоже нет. Нет. Ну так вот, вы отвечаете... Опять же, я не могу говорить о всем Европейском Союзе, но лидеры Европейского Союза не хотят. Вот вы ответили сами на тот вопрос, который вы сами задаете. Да, мы поставили, да. Дальше про вот наш радиослушатель, уважаемый, ответил конкретно, это приятно, конечно, на поставленный вопрос. Сам задал вопрос, там мы ответили. Ответил очень-очень хорошо. Спасибо, кстати, за чувство юмора. Спасибо, что вы звоните и обсуждаете, и поэтому... Мы же задали вопрос, мы не решаем, хочется нам это или не хочется. Мы живем далеко, мы смотрим со стороны. Мы задали вопрос, нам интересно это обсудить, потому что идет геополитика происходит. Россия не последнее государство на политическом небосклоне, будем так говорить, мира. Мира. Поэтому то, что там происходит в России, это важно не только нам, это важно всем. Если бы в России происходили демократические преобразования, менялись президенты, система работала как нужно, и юридическая система, и политическая, и экономическая, поверьте, никого бы Россия с ней бы торговали, с ней бы договаривались, находили общий язык, спорили, все было бы нормально. Но так как с событиями 2008 года, 2014 года, Россия проявляет агрессию в отношении своих соседей, при этом, после мюнхенской речи господина Путина, где он дал понять, нет, мы будем с вами разговаривать совсем другим языком, тем, которым Россия привыкла разговаривать столетиями. Понимаете? Вот поэтому мы об этом и говорим. Мы вас слушаем, говорите, пожалуйста. Добрый день. Вы в 90-х годах имели лихие 90-е годы. Да. И Путин прекратил это лихачество. И это только показывает то, что когда Россия стабильная, с ней значительно легче работать. А она стабильная? Она сегодня стабильная страна? Да. Да. Я вам скажу, вас как зовут, прошу прощения? Феликс. Феликс. Феликс, вы знаете, вот то, что она стабильная, это и плохо. Знаете, почему? Потому что как только Россия стабильная, она сразу лезет к соседям в огород. Понимаете? Вот она лезет к соседям в огород и начинает угрожать всему миру, потому что, как говорится, мускулы накачали с помощью, значит, нефтяных денег, а теперь мы будем угрожать, теперь мы требуем к себе уважения. Какое уважение вы к себе требуете? Вы сначала научитесь общаться со своими соседями, правильно общаться, уважать соседей и не угрожать всему миру. Вы знаете Фалклендские острова? Я знаю Фалклендские проблему Англии и Аргентины. Да. Да. И это были не соседи. И Англия все равно послала в огород. Ну, острова-то принадлежали Англии. Кто имеет право, где бы они ни находились? Украина принадлежит России? Или Грузия, может, России принадлежит? Может, они какие-то являются отдельными областями России? А как на Фалклендских островах? Потому что остров не хотел быть с Аргентинами. Вот, 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 вот я вам отвечу. Вот то-то и хорошо, что Англия... Послушайте, минуточку, минуточку. А в том-то и дело, что Англия озаботилась своими островами и не дала всяким там странам залезть на их территорию. То, чего не сделала Украина по отношению к Крыму. Понимаете? То есть, если у тебя есть своя территория, где бы она ни находилась, она твоя. Никто не имеет права по своему усмотрению лезть туда, куда его не просят. Поэтому Англия, имея силы, отстояла свою территорию, свои острова. И в этом точка. Точка не сделала, к сожалению. Украина, к сожалению, да, не повезло. Мы принимаем последний звонок. Добрый день. Тут проблема многогранная. Это, во-первых, значит, я не согласен с человеком, когда говорил, что Россия там сильная, она удобная. Как раз Россия сейчас не путинская, она непредсказуемая. Россия ельцинская, она была предсказуемая в плане стабильности для всего мира. Россия нынешняя, она опасная. И поэтому я в этом не согласен. С другой стороны, когда Германия потерпела поражение, ее оккупировали, и в том числе и Франция, Беголь сказал, хорошо, что сейчас мы разделим Германию, я примерно не дословно, но так приблизительно. Он сказал, что на четыре части, а лучше бы себе было 35 частей Германии. То есть Россия тоже, если бы она не была... Вы знаете, что маленькая Швейцария не имеет природных ресурсов, не имеет ничего, но она живет, и у нее население... Спасибо, мы вынуждены вас прерывать, потому что мы должны закругляться. И, Ген, буквально секунду. Есть звонок, да? Есть звонок. Да, Анечка, мы заканчиваем, к сожалению. Я хочу спросить этого товарища... К сожалению, Ань, мы вынуждены вас отключить, потому что мы закругляемся. Гена, очень коротко и на поставлен вопрос, хочет ли Запад развалить Россию, отвечаю, нет, Запад развалить Россию не хочет. Я точно так же тебя поддерживаю, поэтому, как говорится, пускай Россия живет, лишь бы не мешала своим соседям. Поздравляем всех с осенью, наступающий! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!